МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наш день. В студии Мария Денисенко. И сначала о главном сегодня. Скандал не утихает, но извинения принесены. Сахалинская полиция прокомментировала инцидент с фотографиями обычных жителей области на ориентировках на розыск террористов. В рамках проводимых учений в розыску лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. В Сахалин впервые готовится принять престижные соревнования Дети Азии. Они проходят под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНСК. Посмотреть на других детей из других стран, как они тренируются и бегают. Растили, курили и продавали. Из-за слабости к дурман-траве в Долинском районе задержан криминальный квартет. Повясни, пожалуйста, что в коробках находится? Листья отканут, листья. Легче предупредить, чем лечить. В области продолжается кампания по диспансеризации взрослого населения. Пошла, узнала, что у тебя, чего у тебя. А у тебя оказывается одно, второе, третье. А ты и знать не знала. Ориентировки на розыск террористов с изображением сахалинцев распространили в рамках учений. Областное управление МВД прокомментировало скандальную ситуацию, которая в минувшие выходные всколыхнула не только региональные, но и федеральные СМИ. В понедельник в просьбе нашего телеканала объяснить инцидент было отказано. Но уже вечером 24 октября на официальном сайте сахалинского УМВД было опубликовано видео с извинениями перед пострадавшими жителями области. От имени руководства Управления МВД России по Сахалинской области официально приносим извинения перед гражданами, чьи изображения были использованы для проведения учений, а также перед жителями островного края за доставленное беспокойство. Напомню, 22 октября три ориентировки на розыск якобы запрещенной преступной группы в регионе стремительно разлетелись по социальным сетям. Фамилии в них принадлежат убитым в Дагестане боевикам, а вот фото обычным сахалинцам. Один из пострадавших уже написал заявление в прокуратуру, полицию и Следственный комитет Сахалинской области. Реорганизация или угроза закрытия? В нашу редакцию обратился коллектив специализированного дома ребенка Александровско-Сахалинского. Люди обеспокоены распоряжением, которое получили за подписью уже бывшего министра здравоохранения области Аллы Любимовой. В документе сообщается, в связи с оптимизацией расходов регионального бюджета учреждения необходимо присоединить к Сахалинскому областному специализированному дому ребенка. Ехать нам куда-то работать в Южно-Сахалинск за 600 километров от дома мы не имеем возможности. Бросать семьи мы не можем. Устроиться в нашем городе или в нашем районе у нас тоже нет возможностей. Мы хотим, чтобы нас оставили в структуре здравоохранения, никуда нас не переводили. У нас очень много сотрудников, медицинского персонала, которые просто останутся на улице. У нас большая паника и мы не знаем, что нам делать. В серии организационных мероприятий, связанные с детским домом Александров-Сахалинским специализированным детским домом, проводятся во исполнение 481-го распоряжения правительства от мая 2015 года. В соответствии с которым все дети помещаются в учреждения образования или социальной защиты, в учреждениях здравоохранения остаются дети, нуждающиеся в специализированной медицинской помощи. На следующей неделе руководители Министерств здравоохранения и социальной защиты области планируют навестить дом ребенка Александровско-Сахалинского, чтобы определить, как будут трудоустроены сотрудники учреждения и где будет оказываться помощь детям. Добавлю, дом ребенка Александровско-Сахалинского существует с 1973 года, сейчас коллектив это 70-человек, на реабилитации у них находится 21 малыш в возрасте от месяца до 4 лет из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Островной регион вступил в гонку за право стать столицей престижных соревнований «Дети Азии», которые стали прообразом Олимпийских детских игр. Кроме Сахалина, среди претендентов Красноярские и Хабаровские края – Республика Саха-Якутия. Возможности субъектов оценивают представители Международного комитета спортивных состязаний. Как достойно провести международные зимние соревнования на Сахалине? Сейчас именно этот вопрос обсуждают представители Международного комитета игр «Дети Азии» и руководство островного региона. Летние игры проходят раз в 4 года в Республике Саха-Якутия. А вот о зимних состязаниях речь зашла совсем недавно. Самая идея развития туристического классера, горнолыжного, лыжного, вообще в целом спортивной инфраструктуры, она очень благоприятна, скажешь, на развитии Сахалинской области. Развитие проведения зимних игр «Дети Азии» как идеи носится уже давно. Наверное, этому проведению их в предыдущие годы мешало как раз отсутствие вот такой вот удобной с точки зрения логистики и инфраструктуры. Спортивные состязания «Дети Азии» – это уникальный проект для России. Летние игры в Якутии проводились уже шесть раз. Соревнования под свое крыло взял Международный Олимпийский комитет и ЮНЕСКО. В 2018 году Сахалин готов стать площадкой для первых зимних игр. Спортсмены из разных стран будут участвовать в соревнованиях по фигурному катанию, хоккею, шорт-треку, горнолыжному спорту, биатлону и лыжным гонкам. География участия и представительства спортсменов, конечно, у нас достаточно большая. Мы планируем, что более тысячи спортсменов примут участие в этих играх. При этом спортсмены будут представлять более 15 стран участников. Конечно же, это очень массовое мероприятие. Для ребят, которые сегодня только начинают свою спортивную карьеру, подобные состязания – хороший опыт. Олеся Тренихина уже несколько раз становилась победительницей в биатлоне. Ее главное достижение – выигранный кубок Анны Багалий. Когда я была маленькая, я всегда мечтала, чтобы проводились олимпийские игры с детям. Но это очень важное достижение для Сахалина. Копилка наград Эдуарда Кима пока не настолько богата. Спортсмен пять лет занимается горными лыжами. И с радостью бы принял участие в международных стартах. Я бы хотела участвовать там. И мне кажется, там было бы интересно посмотреть на других детей и из других стран, как они тренируются и бегают сами на лыжах. Представители Международного комитета «Дети Азии» уже второй раз прибыли на остров. Сегодня главный вопрос – это подготовка спортивных объектов. Члены делегации посетили комплекс «Горный воздух», школу зимних видов спорта «Олимпийского резерва» и лыжероллерную трассу. Губернатор области провел совещание, на котором поручил Министерство спорта разработать детальный план по подготовке к играм. Это дополнительные туристические возможности, дополнительные спортивные возможности, это дополнительный бренд Сахалина, как столицы зимних видов спорта Дальнего Востока. Сегодня, кроме Сахалинской области, на титул столицы игр также претендуют Красноярские и Хабаровские края и Республика Саха-Якутия. Точные даты предстоящих соревнований пока не определены, но все новые сахалинские спортивные объекты будут готовы принять атлетов в 2018 году. На Сахалине продолжается кампания по диспансеризации взрослого населения. Она призывает к тому, что болезнь легче предупредить, чем лечить. До конца года в области запланировано обследовать более 80 тысяч человек. Большинство сахалинцев пришло к пониманию – диспансеризация не только нужна, но и важна. Ведь многие люди довольно беспечно относятся к своему здоровью и не обращают внимания на те или иные симптомы. Бывает человек, может, еще в начале стадии заболевания он не чувствует, что недомогание что-то пройдет. Пошла, узнала, что у тебя, чего у тебя, а у тебя оказывается одно, второе, третье, а ты и знать не знала. Каждое предприятие обязано направлять своих сотрудников на профилактический осмотр. Тем более, что все исследования, проводимые для пациентов, бесплатные за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Диспансеризацию могут пройти люди от 21 года и остальные, чей возраст делится на три. То есть те, кому 24, 27, 30 и далее. В каждом лечебном учреждении организован отдельный кабинет с удобным графиком работы. Пациент, обратившись первый раз на диспансеризацию, его встречают в этом кабинете, проводят анкетирование. И сразу фитшера, который работает в этом кабинете, с пациентом определяется, какой вид и объем исследования ему показан. Диспансеризация проходит в два этапа. Первый – скрининговое обследование. Врачи измеряют рост, вес, уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление. Также проводится флюорография, электрокардиограмма, УЗИ. Если никаких отклонений не выявлено, то на этом диспансеризация может закончиться. На второй этап направляются люди, которые нуждаются в более детальном исследовании и консультации узких врачей-специалистов. Такая категория пациентов определяется в группу здоровья. Группа здоровья подразумевает, когда, с какой кратностью, с какой периодичностью пациенту, каким специалистам необходимо будет приходить в лечебное учреждение и смотреть, что происходит у него с его здоровьем. До конца года запланировано обследовать более 80 тысяч сахалинцев и курильчан, что составляет 23% населения островного региона. В настоящий момент диспансеризацию прошло немногим более 18% взрослого населения области. И сейчас продолжим обсуждать тему диспансеризации с гостем в нашей студии. У меня в гостях Нина Мухина. Нина Александровна, здравствуйте. Начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Сахалинской области. Здравствуйте. Добрый вечер. Год еще не закончился, но времени осталось буквально совсем чуть-чуть. Уже можно говорить о каких-то предварительных итогах диспансеризации в Сахалинской области? На сегодняшний день у нас в области уже прошло более около 80% подлежащего диспансеризации населения. Это, если в числовом выражении, это около 66 тысяч населения. А подлежит у нас 83 тысячи населения диспансеризации взрослого. Это активнее, чем в прошлом году? Да, это в принципе активнее. Вы знаете, получается, что у нас ежегодно мы осматриваем и проводим диспансеризацию 23% взрослого населения. И на сегодняшний день активность лечебно-профилактических учреждений в проведении диспансеризации, она очевидна, скажем так. Мы идем в своем графике, мы выполняем те нормативные показатели, которые нам на сегодняшний день, скажем так, определены. Мы никогда не отходим от плановых значений, как ни странно, но их нужно соблюдать, потому что все-таки год промежуток короткий, а населения у нас довольно-таки много. И для того, чтобы планомерно их провести, чтобы это все было организовано, естественно, нам нужно придерживаться такого графика. Мы часто слышим это слово диспансеризация, уже, наверное, к нему привыкли, но уже мы с вами подавно к нему привыкли. Кажется, что все в этом все понимают. Но на самом деле, зачастую, оказывается, находятся люди, которые просто не знают, что это такое, как это делать, кто подлежит, в какой год и какие документы нужно при себе иметь, куда идти, в любую поликлинику или по месту жительства. Можно немножечко так вкратце это уточнить? В первую очередь необходимо обращаться в свою территориальную поликлинику, потому что у нас в каждой поликлинике имеется либо кабинет профилактики, либо профилактическое отделение. И нужно обращаться туда, независимо от того, не обязательно идти к терапевту в первую очередь. Можно идти непосредственно в кабинет медицинской профилактики. Пациенту выдается индивидуальный маршрутный лифт, который он в течение дня проходит в поликлинике. Если он несколько не укладывается в течение рабочего дня, ну, по различным причинам это могут быть, может быть, даже по личным мотивам, может быть, еще по каким-то... На работе можно нигде... Да, может быть, не может задержаться. Нет, но на работе сейчас у нас отпускают граждан для проведения работников, для прохождения диспансеризации. Они у нас проводят более-менее, скажем так, организованно, потому что мы определяем для них определенные дни в территориальных поликлиниках, чтобы для них, скажем так, минимизировать время затрат для прохождения первого этапа диспансеризации. Значит, и пациент проходит эти скрининговые обследования, которые определены первым этапом диспансеризации. Второй этап, соответственно, это индивидуальный этап. Почему? Потому что при наличии факторов риска, которые выявятся в ходе первого этапа, при наличии тех заболеваний, которые могут выявиться, пациенту назначаются дополнительные виды исследований, которые уже определены, скажем так, в индивидуальном порядке. А если, например, такая ситуация, ну, человек прописан в районе, а проживает в Южно-Сахалинске, работает, может он в какую-то поликлинику обратиться? Да, конечно, он может обратиться в ту территориальную поликлинику, где он находится по месту временного проживания. Самое главное, чтобы гражданином был в медицинский полис. Если он, допустим, не обращался в эту медицинскую организацию, естественно, ему нужно будет принести для того, чтобы пройти регистрацию, это паспорт, снил, дополнительные документы и, соответственно, страховой медицинский полис. То есть препятствий ему? Препятствий совершенно никаких нет. Сохраняется ли вот та тенденция, которая последние годы у нас, ну, такая не очень хорошая, что у сахалинцев чаще всего страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями? Тенденция эта у нас действительно сохраняется. Ну, первое, какие факторы риска? Это нерациональное питание, около 27%. Курение табака, 22%. Избыточная масса тела, 17%. Низкая физическая активность, то же самое, 17%. 17% высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск. То есть это риск повышенного развития сердечно-сосудистых заболеваний. То есть можно отметить, что все эти болезни отлили? Да, совершенно верно. Хотелось бы отметить, что по сравнению с 2015 годом у нас в этом году больше приходит мужчин. Почти на 6% у нас по сравнению с прошлым годом обращаются мужчин для прохождения диспансеризации. Если нам приходилось более активно их привлекать, то сейчас они заинтересованы в своем здоровье. Первая группа здоровья у нас составляет 33%. От общего числа. Это самые здоровые? Это самые здоровые. Это те, которые не имеют никаких заболеваний, никаких факторов риска. Третьи. Да. Вторая группа у нас составляет где-то процентов 13. 13,6% на около 13%. И третья группа, которая имеет хронические заболевания, выявленные заболевания, она составляет более 53%. То есть основная масса все-таки у нас имеется, конечно, в наличии заболеваний. И у нас есть над чем работать, есть к чему стремиться. Для того, чтобы, скажем так, нивелировать какие-то социальные, скажем так, проявления в плане инвалидизации населения, в плане развития хронических заболеваний. Основные проявления заболеваний какие-то в структуре у нас выражены? Это болезни системы кровообращения, они составляют 33% практически из всех заболеваний. Эндокринная система 29% составляет. Болезни органов пищеварения около 13%. Болезни мочеполовой системы 5%. Болезни органов дыхания 3%. Злокачественное образование 3%. То есть по своей, ну и далее прочие заболевания. В остальную группу входят все. Если мы возьмем среди случаев развития, значит, чистота выявления заболеваний системы кровообращения, она составляет на тысячу населения 45,5%. То есть практически каждые 45 человек на тысячу населения. Ну и, как правило, это больше связано с неправильным. Совершенно верно. Совершенно верно. С нашей низкой физической активностью, с нашими факторами риска, которые отмечаются. Причем хотелось бы отметить, что народ неактивно признается в своих отрицательных, скажем так, факторах риска, которые способствуют развитию того или иного заболевания. В частности, мы говорим о гурене. Это помешает заболеть. В опотреблении алкоголя, да, или так далее. То есть они считают, что это совершенно не мешает. Совершенно это нормальное состояние, поэтому об этом говорить не следует. Хотя это является основополагающим факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Нина Александровна, ну вот есть еще время тем, кто не успел. До какого времени будет идти диспансеризация этого года? Она у нас в этом году, она проходит до конца года. То есть можно до 31 декабря, пожалуйста, приходите и обращайтесь. Диспансеризацию можно будет проводить. В любое удобное для него время в территориальном поликлинии. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что сахалинцы станут более заботливыми по отношению к себе и к своему здоровью. Спасибо, что вы сегодня с нами. Тем более, что вы знаете, к чему стремиться. Спасибо большое. Всего доброго. Доставленного из Вьетнама в Москву сахалинцы готовят к операции. Сейчас 13-летний Виталий Ким размещен в детской клинической больнице. За его состоянием здоровья круглосуточно следят врачи. При дополнительном обследовании выяснилось, что у ребенка есть проблемы с функционированием верхней части одного из легких. Принято решение об удалении поврежденного участка. На данный момент состояние мальчика стабилизировалось. Оно ближе к средней тяжести. По мнению московских специалистов, эвакуация пациента произошла своевременно. Напомню, сложное заболевание легких развилось у жителя Невельска во время заграничной туристической поездки. Оказание медицинской помощи в клиниках Вьетнама не привело к существенному улучшению его здоровья. В выходные спецбортом МЧС подросток был перевезен в Москву. И наш эфир продолжает рубрика «Точка отчета». Поясни, пожалуйста, что в коробках находится? Листья от канапуляции. Листья от канапуляции. С помощью бутылок что делал? Курил. Курил, да? Наркотик канапуляции. Называем его бульбулятором? Да. Более килограмма растительного дурмана обнаружено в ходе спецоперации областными наркополицейскими. Сразу в двух населенных пунктах в Соколе и Березняках был задержан так называемый криминальный квартет. Уже известно, что один из подозреваемых, 31-летний сахалинец, выращивал наркотик и продавал его своему знакомому. Который, в свою очередь, изготавливал из него гашишное масло и также реализовывал еще двум людям. Ну а те, в свою очередь, уже сбывали дальше. В ходе проведения обыска с места работы одного из подозреваемых в шкафу, расположенном в помещении цеха, оперативники изъяли наркотическое средство. Как показала экспертиза, изъятое вещество является марихуаной более 25 граммов. В дальнейшем, в ходе проведения обыска в сарае этого же гражданина, расположенного в селе Березняки, правоохранители изъяли марихуану более полкилограмма. При обследовании дома еще одного фигуранта уголовного дела, полицейские обнаружили и изъяли также растительный наркотик весом около полукилограмма. По фактам приобретения, хранения и сбыта наркотических средств возбуждены уголовные дела. Не поняли друг друга. В такую ситуацию попали водители двух автомобилей на улице Ленина. По их словам, легковушка двигалась на юг, микроавтобус на север. В районе дома номер 74 водитель седана намеревался повернуть налево через встречную полосу. Включил поворотник. В это время водитель микроавтобуса, собираясь повернуть на улицу Репина, тоже заранее подал предупреждающий сигнал. Управляющий легковой машиной подумал, что микроавтобус повернет к магазину у дороги, а не на основном перекрестке, поэтому также начал совершать маневр. Как итог столкновения, автомобили получили механические повреждения, люди в аварии не пострадали. В Холмске на улице Левадных загорелся многоквартирный деревянный дом. На борьбу с огнем были направлены сразу несколько пожарных расчетов портового города. Как стало известно, двухэтажка уже некоторое время пустовала, так как ее жильцы получили ключи от новых квартир. Но тушение бродмейстера понадобилось не один час. Никто не пострадал. Одна из предполагаемых версий – неосторожное обращение с огнем. Также не исключен поджог. 25 октября свой профессиональный праздник отмечают таможенники. С 25-летием образования Федеральной службы сахалинцев поздравил губернатор области. Отличникам он вручил грамоты и памятные подарки. Сахалинская таможня на протяжении ряда лет занимает лидирующее положение среди таможен Дальневосточного федерального округа. Вами применяются совершенствования новые методы работы. Внедряются информационные технологии. Делается все, чтобы поставленная перед вами государственная задача была выполнена на отлично. И на сегодня это все. Эти и другие новости найдете на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok